привет в этом году произошли самые масштабные изменения в егэ по русскому языку за последние пять лет изменили шкалу оценивания и количество первичных баллов скажется ли это на нас ну разберемся в этом ролике первое о чем необходимо рассказать что существуют первичные баллы и вторичные баллы что значит первичные баллы в экзамене по русскому языку каждый выпускник может получить 54 первичных баллов как они делятся 30 баллов может получить выпускник за первую часть и 24 балла за сочинение соответственно понимаем что есть 30 баллов и они как-то распределены по 26 заданием первой части но мы знаем что за каждое задание мы получаем по одному баллу но есть два особенных задания 8 и 26 тут у нас по 3 балла и суммарно вот получается 30 соответственно ошиблись седьмом номере например один балл недополучили ошиблись третьем номере один балл недополучили и так далее ну а 24 балла за сочинение делится по 12 критериям которые конечно необходимо изучить соответственно не там поставили запятую минус балл сразу пунктуацию допустили две речевые ошибки ловите сразу минус 2 балла за к 10 к 6 очень есть какие-то тонкости я искренне верю что вы готовитесь с профессионалом и вы знаете да эти тонкости потому что нужно знать перед экзаменом по русскому языку если мы хотим высокие баллы далее вот у нас есть 54 балла первичных есть вторичные баллы что значит вторичные наверняка вы слышали да там хочу сотку за экзамен или хочу 90 плюс ну а где здесь сотка где 90 плюс когда у нас 54 ответ очень простой сейчас будет супер банальный пример я решил не уточнять ну вот но я думаю что вы поймете например у нас есть экзамен по обществу и там 80 первичных баллов и есть экзамен по русскому языку нам 54 а есть например экзамен по химии там 74 например первичных баллов чувствуете да то есть разное количество баллов и ценность баллов разная поэтому нужна общая шкала какая-то которой нужно все подводить и вот придумали стобальную систему оценивания правильное решение гениальное конечно но не то чтобы новое но в любом случае правильное а вот у нас есть максимум теперь 100 баллов и как мы распределяем теперь эти баллы ну например мы можем 100 поделить на 54 чтобы понять сколько баллов получить так в процентном соотношении но будет тогда не ровное количество надо ровно и рост оборнадзор а именно рост оборнадзор выпускает шкалу не фипи это заблуждение что например дащинский роман тольщик за это отвечает нет не отвечает рост оборнадзор апеллирует там цифрами и так далее да не сказали теперь мы придумали 54 это 100 баллов 53 это 97 52 это сколько-то ну и так далее так далее так далее в общем сейчас мы эту шкалу посмотрим но ключевое вот нам известно теперь правила игры и официальную шкалу нам выложили после до срока почему обо всем я этом говорю ответ очень простой ран сейчас 54 балла а в прошлом году было 58 помните я говорил про самые серьезные изменения нам снизили количество первичных баллов это плохо или хорошо это вообще не важно вроде бы как для нас какая разница да но стоп или важно количество вторичных баллов не изменилось осталось же 100 бальная а первичные баллы сократились это что значит это значит что ценность каждого балла стала выше банальная пропорция логично а это говорит о чем это говорит о том что теперь каждая ошибка в экзамене по русскому языку стоит больше почему я об этом говорю так уверенно и вообще почему меня это волнует меня зовут александр долгих я седьмой год преподаю русский язык и готовить ребят на самые высокие баллы также я веду один из самых популярных курсов подготовки к егэ в интернете и уже не первый год и кстати совсем скоро 19 мая стартует или уже стартовал все зависит от того когда вы смотрите этот ролик легендарный курс повторения всего материала при подготовке к егэ по русскому языку который называется предбанник я этот курс провожу уже не первый год этому шестой предбанник полноценный такой серьезный курс 6 дней по 6 часов мы будем заниматься и повторять абсолютно все готовится к первой части к сочинению не галопом по европам очень серьезно я настоятельно рекомендую записаться если еще не ссылка на запись есть под видео ну а мы переходим к официальной шкале еще раз хочу отметить даже кола нам известно и вот мы ее пожалуйста можем обозначить что вот у нас есть за 0 ошибок 100 баллов понятное дело за одну ошибку 97 за 295 за 393 за 491 справедливо ну придумали придумали какая разница но вот в прошлом году мы например видели что за 1 ошибка давали 98 за две ошибки давали 96 до 98 96 то есть мы уже видим что аха здесь ну да один балл вроде бы как ерунда ничего страшного нет но подождите кого например я в свое время 2015 году подавался на несколько направлений и вот на одно направление не поступил потому что мне не хватило одного балла что поступить на бюджет и у меня есть друзья в окружении которые не хватило одного балла чтобы поступить на бюджет не то чтобы я очень хотел туда но вот но в любом случае не хватило факт остаются фактом и тут нам вроде бы как в aska бальнику сократили балл может ли это повлиять может и повлиять интересно ладно а 80 плюс там как но 5 ошибок 89 6 ошибок 87, 7, 85, 8, 83, 9, 81. Ну вот здесь еще разделение на первичные баллы, да? Вот, пожалуйста, есть еще раз. Тут суммируются ошибки и в первой части, и в сочинении, соответственно. Далее мы с вами видим, например, что можно допустить 13 ошибок, чтобы получить 73. Выделили жирным эту циферку. Для чего? Для того, чтобы обозначить, видимо, что вот именно 73 балла, это утверждение пятерки, золотой медали. Ну, слушайте, мне кажется, что пятерка по русскому языку начинается с 90+, скажу откровенно. Ну вот, потому что, ну, ВП считают высокобальниками 80+, но при этом на 80+, сдают каждый пятый. В прошлом году каждый пятый сдал, представляете, 20% на 80+. Если вы сдаёте на 90+, понимаете, какое это конкурентное преимущество на поступление на бюджет? Вообще суперконкурентное! Экзамен по русскому языку это палочка-выручалочка. Нужно готовиться на высокие баллы, и можно сейчас все качественно повторить. В общем, эту шкалу я выкладывал в свой телеграм-канал, ссылка есть в описании. Можете подробно изучить или поставить, например, на паузу. Ключевое. Значит, всё познаётся в сравнении, да? Опять же, для чего я записываю этот ролик? Не для того, чтобы навести панику и сказать, о, блин, вот какие-то изменения. Изменения все уместны, изменения все логичны, но факт остаётся фактом. Ценность каждой ошибки возросла. Ну, это же не говорит о том, что вот мы это узнали за 10 дней. Нет, конечно, мы это знали с самого начала учебного года, и нужно было готовиться как можно раньше. Готовились ли мы? Вопрос философский. Но нужно сейчас взять всё в свои руки и готовиться. Но почему, например, я считаю, что это такое интересное, что-то новое, и это может повлиять на наши, вообще на средние баллы и так далее, а я очень слежу за статистикой. Ответ очень простой. Было, как я и говорил, 58 первичных баллов. Мы за одну ошибку получали 98, сейчас 96. Сейчас 54 первичных балла, а у нас здесь 97 стало, и 95, например, ну и так далее. Вот мы с вами видим, например, что за 9 ошибок было 80+, за 4 ошибки 90+. Вот так было, и вроде бы как мы в глобальном плане можем это посчитать. А как стало? А стало ровно так же. То есть, чтобы получить 90+, всё так же нужно допустить не более 4 ошибок, чтобы получить 80+, всё так же нужно допустить не более 9 ошибок. Но тогда в чём разница? А вот здесь на аванс-сцену выходит как раз-таки вот эта тонкая работа с цифрами. Смотрите. То есть, мы видим с вами, что в принципе, да, здесь что-то балл добавили, здесь балл добавили. Ну, как-то вот плюс-минус незначительно, но в любом случае немножечко так поменяли, да, поменяли разволовку. И мы говорим о том, что незначительно, но поменяли. И эти изменения коснулись, незначительные изменения, коснулись высокобальников, коснулись 80+. Но если здесь незначительные изменения, согласитесь, то есть, получается, где-то убавили, но где-то же по логике, типа, должны прибавить или убавить сильнее или что-либо ещё, да, то есть, где-то разброс, не везде у нас разброс 3 балла, не везде. Мы видим, что вот, например, было плюс 2, тут 3, тут 2 опять, тут опять 2, тут опять 2, тут 3 и так далее. Вот. Ну, а я вам так скажу. Вы можете изучить эту статистику, например, с прошлым годом и посмотреть, что, в принципе, количество баллов, которые получал выпускник, среднестатистический выпускник в прошлом году, и количество баллов, сколько он получает сейчас за это же количество решённых заданий, ну, практически не изменилось. И это говорит о чём? Что изменения коснулись в глобальном плане, высокобальников. То есть, высокобальников чуть-чуть подрезали, а среднестатистический выпускник, средний выпускник, ну, будем называть вещи своими именами, да, 60+, это средний выпускник, 70, это средний выпускник, да, кому-то этих баллов хватит, всё окей, не обязательно, да, стремиться выше головы, но можно. Я напомню, что конкурентное преимущество никто не отменял, в ЕГЭ это конкуренция. И вот мы понимаем, что средний балл-то у нас что-то с ним встанет, ребят, которые средние, ну, средние сдавали, ну, у них будет плюс-минус так же, может, даже повыше, благодаря вот этой истории с циферками. Ну, а выпускники как-то, понимаете, да? Ну, вот, поэтому итог очень простой. Я не вижу здесь никакой заговор, и не хочу этот заговор искать. И тут ни в коем случае не нужно просто так ныть, хотя можете в комментарии написать своё мнение, почему бы нет, это не обязательно ныть её, да, просто вот, я слышал, типа, да блин, да что это, изменения, зачем изменения? Изменения нужны, это прогресс. Прогресс это всегда развитие. Развитие это круто, да, и развиваться нужно. Поэтому в этих изменениях точно есть логика, и всё окей. И ещё раз повторюсь, это правила игры, которые мы узнали не вчера. С начала учебного года я об этом писал регулярно. Но ключевое, ценность балла возросла, это факт. Средний балл будет играться и, скорее всего, даже понизится, потому что экзамен по русскому языку усложнили, это факт. Нужно сейчас взять всё в руки и повторить весь материал. Где? Правильно, на легендарном курсе предбанник. За 6 дней мы повторим абсолютно всё. И этот курс добавит к вашему результату плюс 20 или даже плюс 30 вторичных баллов. Всё зависит от вас. Материал я вам дам. Ссылка на запись есть под этим видео, но меня зовут Александр Долгих, это онлайн школа Умскул. Готовьтесь к ЕГЭ по русскому языку и готовьтесь правильно. Грамотно быть модно.